Начало делового сезона и грядущий новый учебный год разогрели рынок долгосрочной аренды жилья. Вслед за спросом на квартиры, расположенные рядом с крупными учебными заведениями, начали расти цены. Безусловно, конечно, спрашиваем самым традиционным жильем. Это однокомнатная квартира, либо студия, либо полноразмерная однушка. Это локация вокруг наших вузов, либо по удобным транспортным артериям. Согласно данным сервиса для поиска недвижимости, больше всего в Самаре подорожала аренда однокомнатных квартир. За год их цена достигла уверенного допандемийного уровня. Что не скажешь про двушки. Несмотря на уверенный рост цены в последние месяцы, стоимость этой категории жилья ниже прошлогодних показателей за аналогичный период. Если мы возьмем последние 3-4 месяца, то стоимость аренды, ежемесячная стоимость поднялась где-то на 10-15%. Если мы возьмем, допустим, эконом-класс, 12-13 тысяч, то сейчас это уже 15-16 тысяч. Если мы возьмем двухкомнатные, которые стоили 17 плюс-минус, то сейчас можно уже их сдать за 20 тысяч рублей в месяц. Как снять квартиру и не попасться мошенникам – еще один актуальный вопрос в эту пору. В зоне риска как квартиранты, так и сами собственники. Однако самые распространенные мошеннические схемы по-прежнему связаны с предоплатой. Здесь эксперты рекомендуют отдавать деньги только после подписания договора найма. Как посреднику, так и арендодателю. Прежде всего, конечно, заключается договор аренды. Все платежи, периодичность их оплаты, сроки внесения, они должны быть оговорены в договоре аренды или договора найма. При этом договор найма должна быть составлена в письменной форме. В договоре аренды можно различать дату заключения договора и дату передачи помещения. Она не всегда может совпадать. То есть вы можете договор аренды заключить, условно говоря, в понедельник, а заехать через неделю. В этом же договоре аренды важно прописать страховой депозит с четким перечнем имущества и его примерной стоимостью. А чтобы избежать разногласий по оплате коммунальных услуг, советуют эксперты, документально зафиксируйте данные счетчиков на момент заселения. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok